Я на русском буду, мне может проще это поделиться своими воспоминаниями. Я также была в этой подпольной церкви с самого детства. И пришла я первый раз, мне было 11 или 12 лет в церковь. В лесу мы собирались, по хатам. Я первый раз, потому что так получилось, что мои родители какое-то время не ходили в церковь. И потом где-то в 71 году они вернулись, и как раз церковь собиралась в подполье. И вот они привели меня в эту церковь, и Господь настолько коснулся меня прямо с первого служения. Я просто прорыдала все служение, и я осталась в этой церкви. И вот пришла я в церковь, и через, не знаю, несколько недель уже в школе у меня, уже знали, что я пришла в подпольную церковь. То есть тогда, очевидно, даже уши были и в этой церкви, уже успели донести. И ко мне прислали учительницу домой, и мы общались с моим отцом. И Господи ее коснулся сердца, хотя она шла совсем с другими намерениями. И вот я так горела любовью к Господу. У меня была подруга в школе, и мне так хотелось ей о Господе рассказывать. И вот я ей рассказывала, и пригласила ее. Мы еще тогда собирались не в молитвенном доме, поэтому я ее пригласила в баптистскую церковь, которая была на Красном хуторе. И она проявила желание, согласилась со мной пойти в церковь. И вот ее маме постоянно говорили учителя, что пусть она не дружит с этой девочкой, то есть со мной. Потому что это штунда, она ее затянет куда-то в секту, да, еще в жертву ее там принесут. В общем, маму напугали очень. И вот я ее пригласила, ее Люба звали. Мы поехали с ней на Красный хутор, и вдруг маме дьявол такое что-то нанес. Она вскакивает и бежит в милицию. А мы благополучно отбыли служение. Я была еще, моя сестричка, подруга моя по церкви. Ну, я это ж одноклассница моя. И мама бежит в милицию, а мы в это время возвращаемся. Уже завели ее домой, эту Любу, и идем, подходим к своему дому. И вот мы идем, и вдруг я вижу, навстречу идет толпа мне. И они, грозная толпа, они что-то выкрикивают. И я среди, ну, милиция, в милицейской форме, и среди них вижу эту маму. И они идут прямо к нам и кричат, где Люба? Где вы дели, Люба? Вы что, ее в жертву принесли? Я говорю, да нет, мы уже ее отвели, она уже дома. Заводят нас в квартиру, вот к нам туда, где мы жили, на Милютенко, заводят нас в квартиру и начинают просто пугать. И говорят, мы вас поставим на учет в милицию, давай писать, какие-то акты составлять. И с ними был, у нас был такой управдом в этом доме, где мы жили, управляющий домовым этим хозяйством. И его пригласили. И вот он, а он был еврей сам, и он больше всех там выступал, кричал, оскорблял нас. А отец мой ему говорит, да вы сильно там не горячитесь, я говорю, потому что вы же на таком же положении, как, ну, евреи, как и мы, христиане. И вот они там что-то записали, составили акт и уехали. И прошел где-то месяц, иду я, и смотрю, идет этот управдом, и я его, не, наверное, больше, чем месяц прошел, уже так, может, полгода. И я его узнать не могу, он высокий такой был, полный. И вдруг он, смотрю, он такой сгорбленный, весь худой, и подходит ко мне и говорит, прости меня, я был такой дурак, говорит. И, вы знаете, прошло короткое время, я не знаю, что с ним случилось. Бог его чему-то учил, и его не стало. Я так и не знаю, что было, но я просто поняла, что Бог тогда вступился за нас. Это был такой случай из моей жизни, я решила с вами поделиться. И мое стихотворение называется «Птица в клетке». И в Англии Иоанна мы читаем, что если сын освободит, то истинно свободны будете, и познайте истину, и истинно сделает вас свободными. В красивой клетке ласточка жила, она свободы никогда не знала, и в небесах на крыльях не летала, и песни петь неволе не могла. А в клетке были зерна и вода, сиял узор из прутьев позолотой, но птица тосковала по полету, для этого Господе и крылья дал. И не хотелось птице есть и пить, ее манило небо голубое, и ласточка о клетку билась больно. Ах, лучше умереть, чем в рабстве жить. Однажды чья-то добрая рука открыла клетки золоченой дверцу. Ах, как забилось вдруг у птицы сердце. Миг, и она взлетела в облака. Легко летела птица над землей. На крыльях поднималась дерзновенно. Какое счастье вырваться из плена. Какое счастье птицей быть живой. Сиять ей солнце будет не всегда. И крылья будут уставать у птицы. Но разве она сможет согласиться вернуться в рабство клетки? Никогда. То золотое рабство знаю я. И клетку ту, и с птицей я знакома. Дом этой птицы и моим был домом. А птицей была душа моя. Она терзалась долго в заперти. Но слышала, что жить на воле можно. И жаждала душа в мечтах тревожных желанную свободу обрести. Но кто бы душу мне освободил, чтобы легко и пелось, и дышалось. Чтоб не давила бренных лет усталость. И каждый день, чтоб радость приносил. Живая Иисуса благодать. К замку на дверце клетки прикоснулась. И чудом моя клетка распахнулась. Господь мне во Христе свободу дал. В свободе этой жизни полнота. Ее и для тебя принес спаситель. Поверь ему, и клетку отворит он. Смотри, она уже не заперта. И два крыла Господь тебе дает, Способные взлететь над жизнью прежней. Святые крылья веры и надежды. Любовь Христа отправит их в полет. На место рабства брось последний взгляд. И никогда о том не пожалеешь, Что над землею ты летать умеешь, Что в Боге ты и счастлив, и богат. Аминь.